Мусток это звёздные гости и самые крутые факты из мира музыки в студии Хрюша. Сегодня в выпуске. Как звучит камень? Возможно ли подделать человеческий голос? Какие книги пишет Анна Бутурлина? И каково это быть известной джазовой певицей? Вы знаете, что голос человека уникален, так же как и отпечатки пальцев. И его невозможно подделать, только спародировать. Именно поэтому в крупнейших банках мира сейф можно запрограммировать на голос владельца. Если какой-то голосовой тон отклонился, хоть чуть-чуть в сторону, дверца ни за что не откроется. Это литофон. Ударный инструмент из камня. Да-да, оказывается на камнях можно тоже неплохо играть разные мелодии. Учёные не знают, как назывался этот древнейший инструмент и дали ему своё название. В переводе с греческого «лито» значит «камень», а фон – «звук» или «голос». То есть литофон в дословном переводе – «голос камня». Ребята, знакомьтесь! У нас в гостях певица и актриса дубляжа Анна Бутурлина. Доброе утро! Анна Бутурлина – джазовая певица, актриса мюзиклов, широко известная в России и за её пределами. Анна создаёт сольные джазовые программы. Выступает с российским государственным симфоническим оркестром кинематографии и популярными биг-бендами. Записывает вокальные партии для кинофильмов, мультфильмов и музыку для детей. Анна, вашим голосом поют сказочные принцессы. А какие сказки в детстве читали и любили вы? Ну, я вот вспоминаю, что мне очень нравилась сказка «Карлик нос», например. Ой! Я очень любила что-то такое загадочное, страшненькое, чтобы вот какие-то сюрпризы появлялись на каждом повороте. Вот «Карлик нос», она ещё и длинная. Я любила длинные сказки, чтобы можно было долго-долго читать. А я знаю, что вы сами пишете сказки для своих дочек. Эти сказки хоть не страшные? Ну, иногда чуть-чуть страшные, но вообще больше воспитательные. Потому что вот когда у нас возникают какие-то сложные ситуации с дочками, мне приходит в голову в виде сказок донести им главную мысль. Да, как лучше себя вести, как творить добро. Но всегда всё хорошо заканчивается, конечно, добро обязательно побеждает зло. Дети обязательно должны чувствовать, что добро сильнее. А это так и есть. Я в это верю. Да, да, да. А что вам больше всего запомнилось во время обучения в музыкальной школе? Я так скажу, главное в музыкальной школе была моя любимая учительница Людмила Вячеславовна Воронцова. Людмила Вячеславовна, люблю вас, передаю вам привет. Она меня так любила, так вдохновляла меня, так верила в меня, что я сама в себя стала верить абсолютно. И мне стало очень легко преодолевать сложности. А сложности бывают в музыкальной школе. Знаешь, как часами надо на фортепиано заниматься? Вот. А вам нравилось учиться? В музыкальной школе? Да. Конечно! Я обожала заниматься на фортепиано, меня нельзя было от него оттащить. Мама в 11 часов вечера заходила в комнату и говорила, Аня, соседи сейчас начнут звонить в дверь, заканчивай уже играть. А петь? Вы когда начали? Я помню мою первую серьезную роль в качестве певицы и актрисы. Мне было 6 лет. Ой. Да. И я вызвалась, прям вот вызвалась вот так вот так на уроке с Альфеджио. Я хочу играть лисичку. И мне дали роль лисички. Мне привязали на спектакле большой настоящий пышный хвост, ушки. Ой, боже. И я исполнила главную роль в русской народной сказке про лису и волка. Помнишь? Про рыбку. Ловись, рыбка большая и маленькая. Вот, я играла ту самую коварную лисичку. Но роль была просто замечательная. И я думаю, что, может быть, это как раз и заранило то зернышко, да, что я хочу стать артисткой. А вот критики называют вас лучшей джазовой певицей Москвы. Как вы относитесь к такой оценке? Ну, вообще, самая главная оценка – это оценка зрителей. Если зрители тебя любят, если они приходят на твои концерты, если они покупают твои пластинки, альбомы и слушают тебя, то это самая главная и самая важная оценка. А можете сейчас что-нибудь исполнить? Джазовое. Есть одна мелодия, которую знают очень многие зрители и слушатели, несмотря на то, что она джазовая, ее знают весь мир. И называется эта мелодия «Без свинга нет джаза», а свинга – это главный ритм в джазе. Итак, я сейчас свой кусочек этой замечательной песни. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a, 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 do-a. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do-a, 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 do-a. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a, 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 do-a. Do-a, 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 do-a. Во, у тебя получается! Молодец! Глаз! Огненно! Здорово! Я знаю, что вы любите готовить. О, да! Какое блюдо у вас самое любимое? Ну, если говорить о блюде, которое быстро можно сделать, то это, конечно, спагетти. Спагетти положил в кастрюльку, сварил, потом сыр, но мы к нему делаем, знаешь, такой очень вкусный соус из помидорок. Так, надо взять рецептик, потому что у меня есть рубрика «Хрю-шеф». Я, между прочим, тоже очень люблю готовить и очень люблю потом это всё съесть. Ой, я тоже обожаю поесть. Итак, чтобы узнать о вас ещё больше, предлагаю поучаствовать вам в Блиц-опросе. Вы согласны? Хорошо, я согласна. Но я волнуюсь, Хрюша. Да не надо! Отвечать нужно быстро и не задумываясь. Хорошо, давай. Моё утро начинается с... С улыбки! Самой большой удачей я считаю... То, что я нашла своё призвание в жизни. Сложнее всего мне даётся... Уложить себя вечером спать, потому что так много дел, я себе говорю, пора в кроватку. Ха-ха-ха! Я желаю всем... Быть окружёнными, любимыми людьми. Дарить им тепло, радость, заботу. Спасибо, что уделили мне время и ответили на все вопросы. Было очень приятно познакомиться. И мне, Хрюша, очень приятно тебя видеть. Спасибо, что ты пригласил меня в гости. Приходите ещё! С удовольствием, Хрюша, спасибо! А теперь новости с шоу-бизнеса. У нашей ведущей Софии Берг премьера. Песня «For you», что переводится как «Для тебя». Автор слов и композитор София. Клип просто потрясающий. Настоящий небольшой художественный фильм. В нём София снялась вместе со своей мамой. И это не случайно. Эту песню София посвятила своей маме с благодарностью за любовь и заботу. На своём официальном сайте София написала, как ей пришла идея этой песни. Каждый раз, когда мне нужен совет, помощь или просто грущу, она первая придёт, выслушает и очень часто терпит мой характер, чтобы помочь, хотя я осознаю, что это бывает нелегко. Так что, когда я увидела, что маме нужна поддержка, я, не думая, села за фортепьяно, и из меня полились слова и музыка. От всей души поздравляем Софию с премьерой такой потрясающей песни и ждём с нетерпением новых хитов! А на сегодня это всё! Слушай музыку и смотри Мусток на следующей неделе! Пока-пока!